Как ни печально, подобные истории происходят достаточно часто и в основе всего, конечно, лежат пороки. Большая часть людей смиряются с этими пороками и их носителями. Дело в том, что люди, и мужчины, и женщины, нередко просто примеряют с разнообразными негативными факторами и феноменами и в поисках собственного покоя, более-менее устроенной жизни на многое готовы не обращать внимания. Хотя нередко именно подобная пренебрежительность становится причиной весьма негативных последствий. Более того, нужно ясно осознавать для себя, что ответ за ваш личный выбор лежит именно на вас. Итак, попробуем отправиться в небольшое путешествие в деревню, где жила девочка по имени Вера и узнать, почему же была такая вступительная часть. Посмотреть на конкретном примере, как подобное происходит. Вера с самого начала жила в полной семье и не знала никаких невзгод и лишений. Дело в том, что дядя Витя, ее отец, работал на вахте и, хотя много времени не бывал дома, мог приносить достаточно существенные деньги. Да и потом отдыхал он тоже немало до следующего вахтового путешествия. Поэтому Вера и супруга Витя и Ольга были в целом довольны. Однажды случилось так, что Витя погиб прямо на работе. После этого стали Ольга и Вера жить в одиночестве. Денег от предыдущих заработков практически не оставалось и Веру, которая тогда как раз собиралась идти в первый класс, в школу собирали всей деревней. Помимо этого Ольге просто стали помогать, для того, чтобы как-то наладить свое хозяйство и содержать семью. Она не стала особенно пользоваться этой помощью и в итоге сказала, что нужно самостоятельно работать и постараться устраивать быт. У нее получалось и содержать ребенка и вести хозяйство, но понятное дело, что было достаточно тяжело. После трех лет таких трудностей все-таки собралась Ольга связать себя отношениями с другим человеком. Проблема заключалась только в том, что из деревенских было практически некого выбрать все были, либо женаты, либо полные алкоголики и заблудшие люди, от которых, конечно, в семье больше вреда, чем польза. Поэтому, когда за Ольгой стал ухаживать за ежий мужчина из строительной бригады, она на эти знаки внимания стала с удовольствием отвечать. Конечно, жившие по соседству друзья Ольги говорили о том, что парень этот является далеко не лучшим выбором. Был он какой-то странный, да и в целом, хотя и остался после завершения строительных работ в Ольгином доме, связывать себя узами брака не хотел. После того, как его устроили также работать на вахту, как и Витю, он после первой вахты поссорился со всей строительной бригадой и в итоге смог устроиться только в деревне трактористом. Тем не менее, для Ольги такой вариант выглядел вполне нормальным, она попросту не обращала внимания на возможные странности и радовалась тем, что семья выглядит так, как подобает выглядеть семье. Хотя, конечно, нужно понять, что люди зачастую стараются просто выглядеть по какому-то шаблону, сделать так, чтобы внушать ощущение внешней благопорядочности и чего-то подобного даже ради этого готовы обманывать себя. Хотя в действительности дела обстоят гораздо хуже и иногда вообще выглядят не особенно приятно. У Веры появился весьма интересный домашний питомец. Дело в том, что новый ухажер привез с той самой вахты потерявшегося волчонка, которого они приютили и стали выращивать. Вера привязалась к этому волчонку, которого назвала Тимошка и когда узнала, что на самом деле Виктор, так звали ее нового отчима, привез волчонка не для того, чтобы оставить в доме, а для того, чтобы в итоге продать на. Притравочную станцию была крайне расстроена. Тем не менее, даже, когда волчонка туда отдали, он в итоге обратно сбегал. И так продолжалось несколько раз подряд до тех пор, покуда сосед, Ольгин друг, не пришел к Виктору и не сказал, чтобы он не трогал ни волчонка, ни Веру, и волчонок продолжил жить в доме. Именно благодаря этому однажды Вера смогла уберечься от крупных неприятностей. К Виктору приехал знакомый, с которым они решили попариться и попить пиво. Знакомому приглянулась юная Вера, которая тогда еще немного выросла и уже приобретала облик девушки. Все похабные замечания, которые делал этот знакомый, Вере ночем не просто нормально воспринял, но и в итоге сказал, чтобы Вера пошла помогать им в парилке, приносить пиво и подавать на камни. Понятное дело, что намерения у этих подвыпивших людей были просто отвратительны. И, самое главное, никого не было в доме, для того, чтобы помочь девчонке. В итоге ее практически уволокли в баню и, казалось бы, сейчас произойдет ужасная мерзость. Внезапно из-за бани выбежал волчонок. Он пристально посмотрел на мужчин и рычал, показывая свои острые зубы. Подвыпившие мужчины испуганно отпрянули, но все-таки продолжали угрожать Вере. Волчонок не дал себя запугать, он ринулся на мужчину, укусив его за ногу. Мужчина закричал от боли и попытался отогнать его, но безуспешно волчонок продолжал защищать Веру. Окрикнувшись от боли, мужчина понял, что его планы были разрушены. Он ретировались, оставив Лизу и волчонка в безопасности. Волчонок вернулся к девочке, облизывая ее и пытаясь успокоить. И хотя намерения у тех подвыпивших людей были отвратительными, волк сумел преградить им путь и спасти свою маленькую подругу. Он доказал, что верность и дружба могут преодолеть любые преграды, даже если это означает сражаться с враждебными силами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok